Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода. И это будет обозревательный ролик на две, как я считаю, лучших пушки. Два пистолета, это пистолет Декстера Дешона и пистолет Джонни Сильверхэнда. Почему я их сравниваю? Да потому что пистолет Джонни Сильверхэнда, это уже идет максимальный уровень прокачки пистолета, какой здесь возможен, это легендарное. А пистолет Декстера Дешона, он идет синего цвета, редкий. И его можно еще улучшать, то есть у него будет фиол культовая и потом только легендарное эпическое культовое. Поэтому я, это сугубо мое мнение, я считаю то, что пистолет Джонни Сильверхэнда будет уступать. Пистолету Декстера Дешона, пистолет План Б. Почему? Да потому что в пистолете Декстера Дешона можно выбить такие хорошие характеристики, как критический урон, вероятность кровотечения, коэффициент урона при попадании в голову. Я их сидел, выбивал. Как это сделать? Это сделать очень просто. Перед тем, как его из синьки в фиол перекинуть, сохранитесь и нажимаете кнопку создать. Выпали те характеристики, которые вам не нужны. Опять загрузились, опять создаете. И вот так вот в памяти до тех пор, пока у вас не появится то, что нужно вам. Я вот выбил себе наиболее подходящие характеристики. И, о чудо, по единице урона в секунду пистолет План Б оказался выше. Но единичный урон, то есть с выстрела, у Сильверхэнда, конечно, больше. И тем более, если на этот пистолет еще поставить прицел, где он мой прицел, вот он мой прицел, и глушитель, то урона у него еще урежется, он станет еще меньше. Но это позволяет наносить с помощью глушителя 2,5-кратный урон при скрытой атаке. А это мой стиль игры, то есть я бегаю и убиваю всех втихаря. Сейчас я сделаю пару заходов на одну и ту же банду. И посмотрим, как та и та пушка играет, стреляет в одинаковых условиях. Буду играть в крысу с прицелом и глушителем. И буду играть в лоб прям с пушкой Джонни Сильверхэнда. Посмотрим, кто из них победит. Урон, кстати, сразу становится меньше, даже единиц в секунду. Так, поехали. Сначала мы попробуем с пушкой Джонни Сильверхэнда, как она играет. А ну, соберись, третка! Да! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА где кто еще блять наверху что они этого но все это был пистолет джонни сильвэхэнда огромный его плюс то что у него вместо удара прикладом ближней атаки у него есть такой эффектная штука плюс он перезаряжается да круто выглядит это очень классно хуяк ебать перекручивает блять пиздец так теперь мы загрузим и посмотрим как будет в себя вести пистолет дэкстра дэшона улучшены до фиола с глушителем и прицелом буду играть в крысу то есть незаметно шотать в голову и так вот он пистолетик дэкстра дэшона вступляем на него значит прицел и глушитель и включаем стелс режим убиваем всех максимально незаметно так тихо 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 меня ой 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 блин он прям на меня смотрит так а че делать то сейчас я его обойду так труп обнаружили теперь они будут на чеку что дэшона ну я не и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, двое осталось. И они не хотят вылазить из бункера. Сначала я вырежу тебе глаза. Слышишь меня? Ну всё. Это был пистолет Декстера Дешона. Фиоли. С глушителем и прицелом. Ещё пару слов. Об этих двух пистолетах. Чем мне не подходит... Пистолет... Джонни Сильверхэнда. Тем, что на него нельзя поставить глушитель. У него есть четыре модификации. То есть, да, это кайфовая пушка. Туда вы можете засунуть там крит-урон, все четыре импланта. И всё, это будет супер-мега-урон. Просто если будет крит, то сразу уносить всех. Любого врага. А если крысу играть, то он не подойдёт. Потому что, ну, нельзя глушитель поставить. А я так играю. Ну, в любом случае, я оставлю себе ту и ту пушку. Буду бегать с двумя. И ещё, почему многим не подойдёт план Б. Потому что, чтобы его сделать фиолом. Дальше его сделать легендарным. Нужно проканчивать инженера. А инженера, насколько я понимаю, прокачивают не все. У меня, ну, инженера-техника. У меня техника на 16. И я себе могу позволить. Я могу создавать эпические предметы. Дальше я смогу создавать уже легендарные предметы. То есть, я дальше смогу улучшить. А те, кто играет без этой способности, без этой ветки. Те, к сожалению, не смогут улучшить. И тем, да, лучше ходить с пистолетом Джонни Сильверхэнда. То есть, в стоке, пистолет Джонни Сильверхэнда, это идеальный пистолет. Это просто, блин, это базука. Если модификации ставить те, которые нужны, на урон, на шанс крита, это будет просто базука. Но я играю втихую, втихаря. Поэтому мне больше подойдёт такой пистолет. А какой пистолет ты выбрал для себя? Можешь, пожалуйста, написать об этом в комментариях. Мне очень интересно, что вы думаете об этих двух пушках. Я буду бегать с двумя.